Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – гипертония и почки. Как известно, давление просто так, без причины, не повышается. В большинстве случаев артериальная гипертензия является следствием прогрессирующего поражения органов, ответственных за уровень давления, например, почек, кровеносных сосудов, головного мозга, щитовидной железы. Прежде всего, необходимо разобраться, какой же это орган и понять, почему он работает неправильно. Болезни почек – классический пример того, как давление может нарушать работу почек, а те, в свою очередь, повышать давление. Такая проблема по вине почек часто возникает в молодом возрасте и составляет от 25 до 50% всех случаев гипертонии. В основном это мужчины со сбыточным весом в возрасте до 40 лет. Чем опасно это заболевание, как выявить его на раннем этапе и какие методы лечения сегодня применяются – об этом и о многом другом узнаем через минуту. Между артериальной гипертонией и заболеванием почек существует самая непосредственная зависимость. С одной стороны, артериальная гипертония сама по себе со временем ухудшает состояние почек. С другой стороны, различные заболевания почек могут быть причиной повышения артериального давления. Тяжелые формы гипертонии приводят к почечной недостаточности в течение нескольких лет. При умеренной гипертонии атеросклеротические изменения в почках развиваются медленнее. Однако при любом повышении артериального давления к почкам следует относиться чрезвычайно внимательно. Итак, тема сегодняшнего выпуска – гипертония и почки. А в студии у нас врач-нефролог, заведующий нефрологическим отделением Новгородской областной клинической больницы Галина Петровна Мармалева. Здравствуйте, Галина Петровна. Здравствуйте, уважаемая Светлана. Здравствуйте, телезрители. Наша встреча проходит в преддверии празднования Дня нефролога, который состоится завтра, 27 марта. Пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег, в особенности Бутриму Светлану Шарафидину, которая много лет отдает все свои силы этому сложному делу. И, по сути, она явилась организатором нефрологической службы, ее основателем. Наша с вами сегодняшняя тема, она очень актуальна в последнее время. Ну, многие болезни называют эпидемией 21 века, в том числе и гипертоническую болезнь. Как гипертоническая болезнь сама по себе может вызывать нарушение функции почек, так и заболевания почек, причем практически все, и пиелонефриты, и гломеролонефриты, и поликистозы, и диабет могут приводить к развитию вторичной артериальной гипертензии. Ну, небольшой экскурс в физиологию. Почки – это парный орган, который весит от 130 до 250 грамм. Через него проходит 25% минутного объема сердца. Такого колоссального кровотока нет ни в одном органе человека. Мы все считаем, что почка – это фильтр. Ну, в принципе, правильно считаем. Но нужно не забывать, что это и орган, который продуцирует большое количество гормонов. Такой гормон, как ренин, он является основой прессорного действия. В интерстиции почек формируются гормоны, которые вызывают депрессорное. То есть, по сути, почка – это основной регулятор артериального давления в организме. Насколько нужно понимать, что такое артериальная гипертония и откуда она появилась у человека, то есть этот момент нужно обязательно учитывать в построении, лечении, алгоритме действия с пациентом. Так как основные все наши действия в подборе препаратов, в назначении других лекарств зависят от правильно установленного диагноза. Ну, вот в этой связи хотелось бы уже поговорить более детально. И я с удовольствием отвечу на вопросы. Уважаемые телезрители, еще раз напомню, что тема нашей сегодняшней программы – гипертония и почки. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, звоните. Наш телефон, как всегда, к вашим услугам. Его номер 67 97 67. Напомню, что у нас в студии врач-нефролог, заведующий неврологическим отделением Новгородской областной клинической больницы Галина Петровна Мармалева. Если позволите, я уже начну оглашать вопросы, которые пришли накануне. И, в частности, Борис Михайлович спрашивает, скажите, пожалуйста, могут ли какие-либо лекарства негативно влиять на почки? Например, антибиотики, обезболивающие, жаропонижающие лекарства, препараты, которые часто применяют при радикулите и заболеваниях суставов. Ну, наверное, все лекарства, наверное, с какой бы области медицины мы не стали бы разбирать набор препаратов, они все имеют вторую сторону. То есть, свои побочные эффекты. Но сейчас об этом говорить даже мы не будем, а, наверное, стоит вспомнить в первую очередь анальгетики. Это лекарство, которое для очень многих людей является скорой помощью. Заболела голова, заболели суставы, дай-ка я приму анальгин, там, НАИС, ну, любой другой препарат. Аспирин. Аспирин, да. И мы всегда забываем, что, в принципе, любое лекарство может вызвать, особенно из этой группы, так называемую нефропатию на фоне применения НПВС-средств. Ее можно, наверное, рассматривать как несколько вариантов. Первый вариант – это развитие острого процесса, острого интерсоциального нефрита с выходом в почечную недостаточность, острую. Или если человек, например, много лет принимает какой-то из этих препаратов, например, в течение трех лет, даже по назначению доктора, мы имеем дело с снижением скорости клубочковой фильтрации и с формированием почечной недостаточности на фоне действия этих препаратов. Поэтому всегда нужно контролировать креатинин как основной показатель, который нам скажет, какая скорость клубочковой фильтрации у человека на сегодняшний день. Но это происходит в случае длительного употребления таких препаратов, не кратковременного, как, например, во время пандемии люди, которые лежат в больнице, им ставят капельницы, там достаточно много лекарств применяется, и жаропонижающих, и противовоспалительных, и разный абсолютно состав. Не может ли это привести к каким-то проблемам с почками впоследствии? Вы знаете, есть люди, которые гиперреактивные, которые могут отреагировать так называемой почечной аллергией. препарат ибупрофен в применении может дать вот так называемое развитие острого интерсоциального нефрита. Анальгин, аспирин. Ну, большинство людей не имеют такой реакции, слава богу, на эти препараты. Но не надо никогда забывать о том, что если вы принимаете лекарства, и вдруг у вас меньше стало мочи, либо моча поменяла резко цвет, стала розовый, оранжевый, какой-то другой цвет приобрела, то нужно обязательно это сообщить своему лечащему врачу, который подскажет, опасна эта ситуация или нет. Ну, во всяком случае, нужно повнимательнее, да, вот тем, кто перенес заболевание, тяжелое, да, и длительно применялись какие-то препараты, повнимательнее отнестись к своему здоровью и, в частности, к моче. Ну, конечно. И если что, то сделать анализы и посмотреть, что там присутствует. Да, что повлияло. Если себя вот пролечился человек, ну, мы сейчас все проживаем в эру, да, ковида, пролечился от ковидной пневмонии, и самочувствие улучшается, и все хорошо, и достаточно стандартная ситуация. Но если какие-то проблемы возникают, если сохраняются жалобы, если с мочеиспусканием что-то не так, если температура сохраняется, то, конечно, нужно к врачу обратиться и сдать определенный набор анализов, чтобы понять, есть осложнения или нет. Ковид можно вылечить, но может появиться что-то другое, то есть здесь успокаиваться не стоит. Ну, конечно. Нужно по-прежнему внимательно к себе относиться. Следующий вопрос от Ольги. Она спрашивает, как распознать заболевания почек, которые могут привести к артериальной гипертонии? Любое заболевание почек может привести к артериальной гипертонии. Это и самое распространенное из заболеваний почек пиелонефрит. И, так скажем, немая патология гломировала нефрит. Почему немая? Потому что выявить его иногда получается только увидя в анализе мочи белок. То есть ничего человеку не беспокоит больше. Никаких симптомов на ранней стадии нет? Никаких. Да, кроме анализов ничто не покажет начало развития заболеваний. Да, поэтому мы всегда обращаем внимание, что при профосмотрах, при задаче анализов обязательно должен в анализы сдаваемый входить анализ мочи. Потому что это, как правило, молодой возраст. Это, как правило, абсолютно немая клиническая ситуация. То есть человек себя чувствует нормально. Гломировала нефрит – это, наверное, самое опасное заболевание, которое, в принципе, может приводить и к артериальной гипертонии, и к нарушению функции почек. И в последующем к заместительной почечной терапии, такая как гемодиализ, трансплантация. Следующий вопрос от Валентины Ивановны. Она спрашивает, доктор, скажите, пожалуйста, чем опасна почечная гипертония, можно ли из-за нее ослепнуть? И может ли эта болезнь привести к инфаркту? Ну, вот как мы с вами обсуждали, что и сама по себе эссенциальная гипертензия, то есть это гипертоническая болезнь в нашем понимании, и вторичная артериальная гипертония, они имеют одинаковые осложнения. Это инфаркты, инсульты. Потеря зрения может произойти из-за отслойки сетчатки. Это самое частое осложнение снижения зрения и потери зрения у категории пациентов, страдающих сахарным диабетом при диабетической нефропатии, потому что здесь страдает орган-мишень, глаза. В принципе, и другие болезни, которые протекают с очень высокой артериальной гипертензией, тоже могут осложняться снижением зрения. А инфаркт? Возможен ли инфаркт? Возможен инфаркт. И возможен инфаркт в молодом возрасте. Есть разница между артериальной гипертензией, которую спровоцировали почки, и эссенциальной гипертонии. Разница заключается в следующем. Наш контингент пациентов – это, как правило, молодой возраст. Это, как правило, очень высокие цифры давления, которые с трудом корректируются назначаемыми препаратами. Давление может быть 180-200. У нас были пациенты, которые приходили на своих ногах с давлением 230. И здесь, конечно, подбор гипотензивных препаратов включает в себя, как правило, не моносхему, а один, два, три, а то и четыре лекарственных средства. А вот эти случаи, они уже запущены, о которых вы говорите? Не на ранней стадии, да? Естественно, вот такое высокое давление появляется. Ну, есть такая патология – фиброзно-мускульная дисплазия почной артерии. Это когда у человека, по сути, врожденная ситуация. Но бывает так, что диагноз ставят во время обследования, например, перед службой в армии. То есть вдруг при осмотре выявляется, что у молодого человека очень высокое давление, которое, собственно говоря, его не беспокоило никак, поэтому даже он и не измерял его никогда. Либо во время профессионального осмотра какого-то, либо во время диспансеризации такие случаи выявляются. Либо во время диспансеризации. Поэтому, конечно, очень важно проходить диспансеризацию регулярно. Так, как у нас сейчас это проводится. Хотелось бы заострить внимание на том, что если у молодого человека или у девушки выявляется артериальная гипертония, то обязательно первым этапом обследуются почки. Выясняется, нет ли заболевания почек у этого человека. Кстати, мы совсем недавно говорили о почке недостатке, недостаточности. И, в частности, упомянули о том, что заболевания почек увеличиваются. Количество заболеваний растет с каждым годом. Вот с чем вы это связываете? Что влияет на такой рост заболеваний именно почек? И прогнозируют, что еще лет через 10, в общем-то, это количество вырастет. Я, наверное, ничего нового не скажу. Это экология, это неправильное питание, это образ жизни. В общем-то, сейчас говорят об эпидемии пандемии, даже почечной недостаточности, об пандемии сахарного диабета. Тоже, казалось бы, чем это вызвано? Что? Каждый раз мы не устаем повторять, что нужно правильно питаться, что нужно вести активный образ жизни, что следить за здоровьем, ну, не просто, ну, как для себя, для любимого, да. Следующий вопрос от Киры. Она спрашивает, скажите, пожалуйста, какие лекарственные препараты применяют при болезнях почек? Ну, мы, к сожалению, не можем называть конкретные лекарства, может быть, группы препаратов назовете. Существуют ли какие-либо особенности снижения артериального давления у этой группы пациентов, к чему может привести самолечение? Вот самый главный, наверное, вопрос. Вот мы немножечко уже зацепили эту тему на предмет того, что это возраст молодой, что, как правило, цифры давления выше, чем при эссенциальной гипертонии. Поддаётся плохо терапии. Ну, основной наш препарат, значит, если всё-таки есть заболевание почек, даже если давление не столь высоко, чтобы его прямо вот нужно было корректировать, назначаются препараты под названием нефропротекторы, которые улучшают кровообращение почки и, так скажем, оттягивают прогресс почной недостаточности. Ну, наверное, только в этом особенность. В принципе, схемы и препараты всяких групп, они применяются и в том, и в другом случае. Самолечение. Ну, вот всегда доктор может подсказать, ведь человек сам по себе всегда имеет какие-то слабые стороны, имеет какие-то сопутствующие заболевания. Врач, который будет вести подбор гипотензивной терапии, всегда может подсказать, какой препарат в данном случае подходит. Галина Петровна, у нас есть звонок в эфир. Послушаем, мы слушаем вас. Добрый день, уважаемая студия. Добрый день, доктор. У меня такой вопрос. У меня хронический пилонеприд с детства, но пока гипертонизма, богу, нет. Нужно ли мне проводить какую-то профилактическую терапию? Как вы относитесь к травинным сборам почечным? Помогает ли это? Ваше отношение к травинным сборам? К фитотерапии мы всегда относимся с уважением, потому что этот метод лечения имеет право на свое существование. И в плане профилактической терапии очень важно. То есть мы всегда назначаем человека, у которого в анамнезе пилонефрит. Надо сказать, что пилонефрит обусловлен рядом рожденных особенностей, и поэтому никогда нефролог не поставит диагноз «острый пилонефрит». Это, как правило, всегда хронический. Поэтому 10 дней каждого месяца назначаем фитотерапию. В плане правильного лечения пилонефрита. Если есть активность процесса, которая обусловлена наличием бактерий, там, где их не должно быть, в мочевыделительной системе, то правильное введение пилонефрита даст нам возможность не иметь осложнений на фоне этого заболевания. Даже бывает так, что поступает к нам пациент, у которого признаки активности инфекции в мочевыделительной системе – это температура, боли, дезурические расстройства. Назначаем антибактериальную терапию, и на этом фоне, если правильно подобрано лечение, и уровень артериальной гипертензии снизится без гипотензивных препаратов. Это важно. У нас новый звонок, прямой эфир. Мы слушаем вас. Я страдаю гипертонией. Скажите, пожалуйста, как часто надо мне проверять свои почки? И вот я слышала, что в перспективе вроде ходят такие слухи, что доживем ли мы до прививки, которая будет нас избавлять от этого недуга. Нам бы дожить до прививки от ковида, чтобы все вовремя ее получили. Я бы советовала просто регулярно измерять артериальное давление утром и вечером, вести дневник самоконтроля, убрать соль из рациона. И, наверное, вовремя к терапевту человек ходит, сдает анализы, делает электрокардиограмму. Терапевт назначает какие-то анализы. И если вдруг, например, в регулярно сдаваемых анализах появляется анемия, то есть сдается, как правило, кровь и моча. То есть мочи не должно быть белка. И там подскажет уже доктор-специалист, на какие другие стороны обратить внимание. И в анализе к клиническому крови. Если появляется низкий гемоглобин, то следующий этап – это сдача крови на креатине и на проверку функции почек. И как часто нужно посещать в таком случае терапевта с профилактической точки зрения для того, чтобы вовремя выйти? Терапевта при хорошей жизни нужно ежемесячно посещать терапевта. А вести дневник самоконтроля ежедневно. Ежедневно. Человек, у которого уже есть гипертония. Конечно. Вот, кстати, Дмитрий задает следующий вопрос, касающийся тоже диеты. Он спрашивает, скажите, доктор, какая роль диеты и образа жизни в профилактике лечения заболеваний почек, сочетающихся с артериальной гипертонией? Ну, отчасти вы уже сказали, какие продукты убрать из рациона, а какие просто необходимы. Знаю только, что соль нужно ограничить. Вот про соль знают более-менее. Ну, вот это уже хорошо. Соль однозначно убирается. То есть кто-то говорит 3 грамма в сутки, кто-то говорит 5 граммов в сутки. Нефрологи советуют убирать соль вообще. То есть солёные продукты тоже? Убрать солонку со стола? Убрать солонку со стола. И солёные продукты тоже, копчёные, соленье всевозможное, тоже нежелательно. Есть так называемые продукты, которые человек употребляет в праздники. Вот они должны употребляться в праздники. То есть копчёная колбаска, какой-то сыр новомодный, какие-то приготовления вкусной сладкой еды. Это торт, пирожные, конфеты. Это тоже должна быть всё-таки продукция праздника. Не каждый день. А мы всё-таки стали питаться, казалось бы, лучше, но каждый день как праздник. Вот этого быть не должно. Каждый день как праздник. Этого быть не должно. Совсем немного времени остаётся. И последний вопрос, он достаточно такой обширный, как предупредить развитие хронических заболеваний почек. Но я думаю, что это, наверное, тема следующего эфира. Может быть, вы в завершение нам скажете коротенько, какой образ жизни вести, кроме правильного питания, для того, чтобы почки были здоровыми? Нужно ли спортом заниматься? Опять не скажу ничего нового. Конечно, это физическая активность. Это выполнение режима труда и отдыха. То есть обязательно нужно 6 часов в сутки спать. Обязательно нужно кушать не один раз в день. А приёмы пищи должны быть не менее 4 раз в день. Убрать соль. Следить за весом. Ну что ж, вот такие рекомендации мы сегодня получили от врача-нефролога. Мы сейчас подведём итог, сказанному ранее в этой студии. Затем вернёмся в прямой эфир и узнаем, чему будет посвящена следующая программа «Скажите, доктор». Если заболевание почек своевременно не лечить, то постепенно развивается и прогрессирует хроническая почечная недостаточность. Почки перестают выполнять свою функцию по выделению мочи. Происходит накопление в крови продуктов азотистого обмена, азотистых шлаков, что приводит к самоотравлению организма отходами его жизнедеятельности. У большинства больных наблюдается артериальная гипертония, которая ещё больше усугубляет течение заболевания. В таких тяжёлых случаях необходимой меры является очищение крови с помощью гемодиализа. Иногда приходится прибегать к операции по пересадке почек. Тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор», абдоминальное ожирение. К нам в студию придёт врач-эндокринолог, заведующая диабетологическим центром Новгородской областной клинической больницы Оксана Александровна Кудряшова. Готовьте вопросы для прямого эфира. Задавайте их заранее на сайте интернет-издания «53 новости» и в группе «Скажите, доктор» ВКонтакте. Ну а на сегодня всё. До новых встреч и будьте здоровы!